Здарова, народ! Текущая мета выдалась весьма интересной и на самом деле явно выделилась на фоне остальных. Если обычно в патче большую долю внимания забирают персонажи, к примеру, У-у-у, этот Праймл Бис такой поломанный, у-у-у, вау, вы понерфите, плиз, то в этой мете больше всего внимания прикрывал, как ни странно, один предмет. Да, как вы поняли по превью, это Бладстоун, и сегодня мы будем разбираться, что за фрукт этот такой ваш красный камень и как его контрить. Начнем с того, что для начала нам нужно понять, для кого этот предмет эффективен, а кому и в хер не уперся. Ну, первым на ум, конечно, приходит Разор, сразу за ним идет лишь Рак, ну и Вайпер с Тинкером, тоже время от времени балуются красной погремушкой. Все эти персонажи наносят магический урон в определенном радиусе, при активации Бладстоуна убить их становится практически невозможно. Хотя да, Тинкер здесь не лучший пример, так что мы его, пожалуй, вообще уберем. В общем, у всех этих героев есть, грубо говоря, пассивный дэмэдж, который не требует контроля. Ну, то есть, если сравнивать все с тем же Тинкером, то ему нужно постоянно жать Реаром и Ракетке. Если же мы говорим о лишь Раке, Вайпере и Разоре, то их дэмэдж можно считать пассивным, потому что ты либо нажал одну кнопку и дамажишь, даже в стане, либо тебе вообще ничего нажимать не нужно. Естественно, когда ты держишь героя в контроле, бьешь его в пятером, а он не умирает или делает это крайне неохотно, то создается резонный вопрос. А че с этим вообще делать-то? Ну, первое, о чем я подумал, у каждого из этих героев крайне мало брони. Имея в инвентаре тапок, стик и Бладстоун, у этих ребят по 7, 8 и 9 армора соответственно. Да, Вайпер и Разор ловкачи, но даже Праймал и Хускар на их фоне будут выглядеть как бронепоезд. И да, дело тут не совсем в том, что у этих героев приросты совсем печальнее. Так-то ну так, но играя на Вайпере или Разоре, ты не сильно хочешь на ранних стадиях покупать что-то, что даст тебе броню. То же самое касается Лишрака, ибо ты всегда хочешь зарашить красный камень. Помимо того, что у героев мало брони, они еще и достаточно контактные за счет особенности билда через Бладстоун. Чем больше героев ты задамажишь, тем больше захилишься. Ультимейт Лишрака, Лужа Вайпера, Ультразора, все это имеет весьма ограниченный радиус действия, из-за чего мы можем сделать вывод, что каждый из этой троицы боится высокого физического урона от героев с дальним типом атаки. Потому что от милишных они все-таки могут тем или иным способом спастись, да и отхиливаться, опять же, им будет гораздо проще. Лишрак сам по себе достаточно мобильный герой за счет огромного родного мувспида, и какому-нибудь даже Сларку будет не всегда просто его догнать. Разор все за счет той же пассивки так же быстро бегает и высасывает при этом еще и урон. Вайпер так вообще не совсем не тот персонаж, которого хочется бить. Тут и пассивка, замедляющая скорость атаки и ультимейт, и Лужа, которая вырубит твои пассивки. В общем, мерзкое создание. Если оно еще и Аганим купит, то ты будешь дизаром регулярно получать. От этого делаем вывод, что если против вас Лишрак, Разор или Вайпер, лучшим вариантом будет физический СФ, который наносит вообще неадекватное количество физического урона, Снайпер, Медуза, какой-нибудь Вивер, ну а лучшим вариантом, наверное, будет все-таки Дровка. Дело в том, что она пробивает ультом белый армор, также имеет хорошую дальность атаки. Вкупе с пикой, которую вы всегда покупаете на траксе, до вас вообще никогда не доберутся. Ну а вишенка на торте — это шарт, который снижает хапориген от всех источников, и от Бладстоуна включительно. Однако среди милишников тоже есть один перспективный молодой человек — Антимаг. На бумаге, докупив какой-нибудь шарт, вы не оставите шансов любителям Бладстоуна, но на деле это все еще как будто ненадежно. Если говорить о саппортах, то, конечно, первыми на ум приходят аппараты Бэйн, ведь оба выключают любой хил. Да, Бэйн его режет на процент, но это все же лучше, чем ничего. Также Бэйн имеет слип и ульт, которыми Разор или Широка и все того же Вайпера можно будет легко остановить. И да, герои, которые имеют контроль, будут хорошим выбором против Бладстоуна, ведь все, кто его покупают, хотят бежать вперед и наносить дэмэдж. Шэдоу Демон, Дизраптор, Тренд, Марси — эти персонажи очень сильно будут мешать в драке. Есть еще Сайленсер, который на линии крайне силен и в любом файте не даст нажать лишние кнопки. А как мы знаем, если ты не жмешь кнопки, то ты не наносишь урон. Не наносишь урон, значит не хилишься. Ну и так далее. Кстати, Бладстоун можно законтрить просто не нажимая поиск. Не играешь в игру, значит против тебя нет этих героев, ну и предмета соответственно. По-моему, логично. Ну а свободное время можно провести на CSGO Run и при этом неплохо поднять свой нетворс, так сказать. У ребят есть куча режимов. Мне, например, зашел Краш. Вот этот вот типчик любит побегать, однако время от времени он все-таки падает. Нам нужно угадать, сколько этот чубрик пробежит в следующий раз. Назвали цифру до его падения? Поздравляю, респект и уважение. Есть еще режим Дабл. Тут совсем все просто. Нужно просто угадать, какой цвет выпадет. Ну а все награбленное можно получить либо в стиме, либо на карту. А по моему промокоду вам выдадут целый доллар, который вы сможете сразу же использовать. В общем, дерзайте. Ладно, вернемся к ролику. Если же говорить чисто о лайнинге, то против лешерока хорошо стоит Лина на миде. Против вайпера на миде также актуальна Лина, а на оффлейне будет хороша любая комбинация из героев, которые обладают достаточным килл потенциалом. Например, пост 5 Марси и Таш Дровка, Урса и ЦМ и прочие попсовые связочки. С Разором та же ситуация. Сильная линия с высоким килл потенциалом и все. Успех вам обеспечен. Но опять же, не все в этой игре зависит от линии. Да и потенциал свой эти герои показывают ближе к мидгейму. Тут на помощь к нам приходят предметы. Первое, о ком мы вспоминаем, когда речь идет о повышенной регенерации, конечно же, это Spirit Vessel. И тут все не так просто. Да, он крайне эффективен против регена и толстых героев, ибо урон наносит он также в процентах. Но, как правило, вслед за Блокстоуном каждый из этих персонажей берет себе БКБ, а после появляется вдогонку еще какой-нибудь Лотос или вообще Ю. Также у такого игрока в команде может быть ШД, Оракл или Омник, что вообще Vessel сделает крайне печальным и неэффективным предметом. От этого мы делаем вывод, что ранний Vessel круто, но не стоит делать на него всю ставку. Скади и Шива, само собой, неплохие предметы, чтобы разобраться с Аджором этой троицы. Но как будто тебе все-таки не хватит времени и остальных слотов, чтобы купить их, ведь тебя могут просто переехать за 30 минут. Например, Шива и Скади это все-таки более поздние артефакты, да и не дешевые. Да, Шива может купить Тинкеры достаточно рано, но Драко с Лешраком, Вайпером и Разором всегда очень контактные, а Роберт не любит прыгать вперед. Если он, правда, не купит Тараску, БКБ, Апнутый Юл, Силовой Даггер, Блотстоун и Каю Сашу. Да, комментатор с подвидоса с Тинкером, такой билд ты видишь в каждой игре. Ладно, если все же говорить о каких-то более реальных вещах, то хорошим выбором будет Пайп. Ибо урон, поглощенный активкой предмета, вовсе не восстановит хитпоинты, да и механика Блотстоуна тут тоже страдает. Дело в том, что регенерация идет пропорционально нанесенному урону. То есть, чем выше ваше сопротивление магии, тем меньше лишь Рако или Разор восстановит себе ХП от вас. Если реген работает от нанесенного урона, то не стоит забывать о таком предмете, как Мэйдж Слеер. Мало того, что он даст вам тот самый Мэджик Резист, так еще и при атаке снизить наносимый урон магии, что тоже нам будет крайне выгодно. Если же мы говорим о саппортах, то мастхэв Глиммер и Форсик. Казалось бы, попсовая вещь, но нет. Эти предметы вроде как по дефолту должны покупаться, но на лоу-враге их вообще всегда игнорируют. Ну и, естественно, БКБ. Само собой, один из лучших предметов. Пока ты магически неуязвим, ты не получаешь магический урон, а значит, ты не отхиливаешь противника. По-моему, логично. С БКБшкой у тебя всегда будет несколько секунд, чтобы спокойно подраться. Но лично мне кажется, что тут ситуация как с Шивой и Веселом из Каде. Не стоит делать всю ставку на этот предмет, ибо неуязвимость заканчивается, а в лете вообще длится жалкие 6 секунд. Также важно понимать, что Разор и Вайпер регенятся от своих пассивок. А что это значит? А значит это, что, во-первых, Вайпер будет хорош против Разора. Это противостояние, знаете, на уровне... История была тут такова. Сразились как-то два куска говна. Ну и про Сильвер забывать тоже не стоит. Предмет буквально выключит Разора с Вайпером на какое-то время, и этого времени, как правило, хватает, чтобы убрать этих героев из файта. Ну а напоследок я хочу назвать лучшего героя против всех этих подмышек. Дум. Помимо того, что его кнопка не даст ничего нажать, он также может выключить пассивку или вырубить реген. Условно, на ранней стадии игры у вас КД Дум, но вы можете быть боеспособным, ибо есть два таких вот крипа. Лучшим, наверное, будет Волл за счет своей универсальности. Ну а этот крыс тоже подойдет. Для тех, кто не понял, объясню. Волл, вот этот вот зеленый песик, у него есть пассивка, которая снижает любой хапориген на 35%, что на самом деле много. Ну а у крысы, соответственно, есть пассивка, которая вырубает пассивки. Думаю, объяснять, почему это эффективно не стоит. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, и если он вам понравился, то не поленитесь, подпишитесь на канал, тыкните на колокольчик, оставьте свой царский коммент. Надолго с вами не прощаюсь, еще услышимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok